Так, привет мои паяльники, короче, сегодня сколько лет, сколько зим мы не видалися с вами. Сегодня у нас опять очередная пайка, припайка, короче, вначале маленькая микро история, это самое. Что раньше думал, типа написать объяву, типа замутить микробизнес, как бы ремонтировать наушники, только наушники ремонтировать. И недавно одна подруга в фейсбуке пишет, так, кто ремонтирует наушники, этим пацанчик написал мое имя. Все, мы увиделись, мне киданули наушники. Потом еще другой пацан сразу говорит, я слышал, ты делаешь наушники, хоп, и тут шо у нас такое, шо у нас такое, как бы вот. Одни наушники мне дали, то есть блютуз наушники, здесь был один открытый, оторванные проводки, здесь все разобрал, замутил, все офигительно поет. Наушники выглядят на промолчу, но басуха нормальная. Потом человек дал мне айфоновские наушники, то есть вот наушники от айфона здесь с этим. Сейчас фокус хреноватый, лайтник, короче. Тут предполагаю, что здесь поломалось, то есть один наушник, по-моему, вот этот, где вот этот микрофончик, темка, вот этот наушник не поет. То есть или поломалось здесь, или в основном ломается здесь, потому что здесь видно, что уже это. Я здесь начал раскурочивать в ютубе, посмотрел видосы, здесь у Apple целый космос в этом штекере. Так что будем ремонтировать, сейчас посмотрим. Так, по ценятке продолжаем видос снимать. Здесь я как бы раскурочил. Здесь внутри у этого латника есть такая железная скоба, все заблокировано. Значит, у меня вот такие вот одни очень крутые американские кусачки, приобретенные в Китае, ясный хрен. Значит, вот, сейчас будем делать вскрытие, как бы потихоньку я здесь начал делать. Значит, здесь вот эта штучка, вот эта первая, она у меня резиновая здесь очень, видите, она вот мягкая, согинается. Это пластмассочка, пластмассовая. То есть мужик брал термофен, с термофеном его разбирал. Надеюсь, все хорошо, видите, потому что я здесь, да, надо... То есть я как всегда, что-то у меня получается все круче, чем у других. То есть вот, все, открыли. Вот тут вот самая страшная жопа. То есть видите, да, что вот здесь вот, вот идет нахлест, видишь, один металл на другой. То есть она закручена. И здесь, видишь, это видно припой, специально типа микроэлектросварочка, короче. Запиндюрили ее, и она так держится. То есть тут жопу, вот эту пластмассу сейчас тоже надо будет все порезать, оторвать. Так, пацанята, принес, видите, свою досочку для морковочки. Тоже самопал из ламината в натуре. Не соображаю, как всегда, что, как делать, но буду делать. Или он меня, или я его, других вариантов нет и не будет. Ага, вот я и вижу. Да. О, у меня получилось, получилось оторвать, видите, здесь эти заводские ногти. Ага, сейчас все прояснилось, вся ситуация, сейчас оторву себе ногти. Не, у меня, кстати, у меня кроме этих крутых американских, есть еще одни, немножко колхозные, но нормальные, они как раз для этого дела пойдут. Я надеюсь, вы все хорошо видите, хотя... Так, здесь опять мне удалось его оторвать. Сейчас, сейчас, сейчас. О, здесь я его оторвал. То есть, вот видите, оторвало его здесь. Короче, целая адская работа в натуре, вместо того, чтобы взять что-то за колхозить в натуре. Тут все, как бы почти голенький штыкер остался, сейчас я думаю вот этого. То есть, я его оторвал, эту штучку отрезал. Так, здесь, кажется, я ничего не зацепил. Кажется. Здесь сейчас будем потихонечку стружечку снимать. Целый космос, да? Так, ребята, короче, у меня есть одни микро-тиски, я все замутил. Сейчас мне надо почистить вот здесь. Мужик, что показывал в видео, не показал, как именно чистил здесь. Здесь какая-то залитая, какая-то такая штука, что паяльник не плавит. Буду стараться колхозить. О, получается нормально. Пока. То есть, я себе сделал фотку. То есть, немного покажу вам сейчас, как я оголил здесь провод. Да? И как я пропаиваю, да? Все люди берут, зажигают зажигалки, не знаю что. То есть, я здесь, во-первых, на паяльнике взял здесь, на конце поставил немного олова. Здесь у меня это канифоль. То есть, я вначале вот так немного делаю. То есть, температура паяльника, насколько я понимаю, просто жгет лак, который есть на проводе. Здесь есть один очень тоненький, какой-то подозрительный. Короче, ребятушки, столкнулся с одной очень тупой проблемой, которую никак не могу решить. То есть, вот, когда я в телефоне делал фотографию, да? То есть, видите, вот здесь второй желтый провод. Вроде это должен быть микрофон. Блин, что бодренько сдохнет. И этот желтый провод, то есть, вот он. Три полосатых запаяны в один по заводу. То есть, и красный, и зеленый, это плюсы на левый и правый канал. Здесь, в самом проводе, такого провода нету, короче. Сейчас камера сдохнет. Вот этот проводок. Нагреваю его, нажимаю его паяльником. Он просто, просто плавится, и все, короче. Даже проверил, думал, что у меня глюки. Взял здесь провод, тоже попортил. Здесь растянул его, нифига, короче, его нету. Здесь вот на этом... Так, пацанчики, здорово всем. Продолжаем движуху. Идет, не знаю, какой-то там второй, третий, четвертый день, как я ремонтирую эти Apple-овские наушники. Пошел, всю Софию обошел. Вот, купил трубки крутые, белого цвета, потому что у нас Apple, нужен белый цвет. Значит, какие у меня здесь космические супер-петро-нано-технологии, это самое. То есть, здесь вот, видите, одна трубка на 2 миллиметра, дальше идет трубка на 3 миллиметра, 4 миллиметра, и это уже идет 5 миллиметров. То есть, две пятерки. Эту надену, она потом уменьшится, на нее потом надену эту. Короче, здесь все будут одеваться друг на друга. Будет целая космотехнология, короче. Все, купил так же, как и на видосик, который он смотрел. Такой флюс, крутой, польский. Он концентрированный, здесь написано, в смысле такая, как паста. Не знаю, что так тупо продается, здесь нету самого этого шприца. То есть, я что, долго не думая, взял, да, вот у меня есть это, припойка, штучка, вот так ее сюда засунул, да, вот так, и вот так уже нажимал, короче. Все здесь намазал. Ага, вы не видите штакерочек. Сейчас. Нашего больного не видите. Вот. Здесь взял, все намазал, пропаял. Здесь сейчас возьму еще раз этот провод, пропаяю, потому что без понтова получилось. Попробую вначале поджечь зажигалочка, чуть-чуть кончики, и потом еще раз пропаяю со флюзом, все. Также я еще сегодня пошел, купил себе крутое жало. То есть, жало очень острое, и оно идет, то есть, вот, которое у меня было, да, надеюсь, хорошо видите. То есть, видите, оно такое грубое, тупое. А это то, что я купил. Здесь диаметр чуть-чуть поменьше, да, здесь, видите, что здесь чуть-чуть еще воздух остался, то есть, но зажал болтиками, все нормально греется, паяет все четко чики-пики. Так, пацанятки, для начала я очень хорошо запаял провода, чем очень доволен, потому что вот эта штука вначале все намазал, все очень хорошо пропаял. Здесь, видите, проводки я подрезал, сейчас все коротенькое. Ну, а сейчас нужно проверить, все ли я нормально сделал. Вот два наушника. Видите, в ютубе я написал стереотест, у меня вышел специальный такой видос. У меня, значит, камера со стереомикрофонами. Сейчас я вам даже дам, поставлю два наушника, и вы все реально будете слушать прямо стерео этих ушей. То есть, посмотрим, как на моей камере вообще записывается это стерео. Значит, примерно будет все вот так. Я нажимаю на запись сейчас. Так, поехали потихонечку. По новой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, как я вам и говорил, сейчас сюда мы... зафиндюрим еще раз. тут как всегда у нас ведь сейчас надо смазать без смазочки в этой жизни ничего не приходит вы поняли да то есть о чем то есть получилось вот так да видите я думаю это будет достаточно короче когда все собирался павел забыл проверять кое-что смысле проблемка есть одна блин я когда вначале припаивался на соплях все работало смысле есть пультик нажимаю он не работает короче здесь посередине щас кнопка она тоже не работает и штекер короче звук работает нормально к доставлю почти до 100 процентов то есть вот так вот все нормально дают звука на максимум начинать чуть чуть какая-то кого-то перезагрузка скорее всего здесь тоже плата этот чип чё там выкоблучивается но сама стерео звук чистый все нормально работает еще одна проблема блин то есть есть его свою и свою вот так все его ipad не видит короче вот поет здесь переворачиваю вроде работал еще то что я вначале вам говорил про одну вещь на вот я надеюсь вы видите сюда вначале аж таки разобралась видите первый зеленый снизу и потом второй идет желтый провод когда я разобрал то здесь наши когда разобрал сказал что желтого не было я с ума сходил не понимал где он оказывается потом поставил видос мужикам показал то сейчас им это покажу то есть тут из три полосатых провода значит красный желтым зеленый желтым и потом есть красный зеленым так вот этот провод красным зеленым вот он короче гость прикол просто этот провод раскручивать его вот здесь внутри его желтый провод вот он видите вот он это желтый провод это есть микрофон то есть останется здесь желтого только красный зеленые то есть тут 3к красный зеленым так скажем это полосатой короче три полосатых появится в один но эта земля масса и потом зеленые красные это левый правый и и желтый это микрофон и в одном пучке бусе то есть у вас получится сколько 4 провода три косички в одну полосатые зеленый и то есть красный зеленый и желтый то есть четыре провода вас будут не знаю если человек заходит что смогу переделать и заколхозить на такой 4 пиновый и у него по идее все нормально будет работать то есть и пультики все дела будут работать здесь не знаю что я вроде все нормально правильно собрал учета за барханом начале колено сопляксу запаял в открытом виде то все работало эти кнопочки работали сейчас собрал не работ тут такие труды замутил не знаю разбирать не буду наверное не разберусь такие пирожки короче и будем ремонтировать и всем пока